В период с января по марта этого года несовершеннолетними или при их участии на территории края было совершено более 200 преступлений. Треть из них тяжкие и особо тяжкие. Особенно тревожно то, что по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось. Давайте вместе с экспертами попытаемся разобраться, с чем связан такой рост криминальной активности подрастающего поколения и узнаем, какую профилактическую работу с подростками проводят сотрудники полиции. У нас сегодня в гостях заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних, главного управления МВД России по Алтайскому краю, подполковник полиции Андрей Владимирович Бельских. И начальник отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики незаконного оборота наркотиков, в том числе в молодежной среде Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД России по Алтайскому краю, майор полиции Анна Олеговна Левенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Владимирович, расскажите, какие преступления сегодня чаще всего совершают юные граждане? Добрый день. В настоящее время ни для кого не секрет, что от общего числа преступлений порядка 10-15% совершают подростки. Если брать за какие преступления именно какой категории, это, конечно, прежде всего имущественные преступления. Основной блок совершаются подростками. Это прежде всего кражи, потом идут уже грабежи и разбои. И сейчас, что сохраняется такая тенденция, появилась в прошлом году и в этом году, это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Но не просто за подростки, за хранение этих средств, а именно за сбыт наркотических средств, что вызывает особенную беспокойность. Это тяжкие составы преступления, за которые подростки несут ответственность уже более раннюю, чем предусмотрена законом общая вылованная ответственность. Они втягивают, как правило, это групповые преступления, что еще более важно, опасно для общества. В данном случае, конечно же, подростками движут экономические интересы получить выгоду и получить какие-то определенные блага, которые они не могут получить в простой жизни. Легкие деньги. Легкие деньги. Все правильно. Вот про последнюю категорию, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, уже более подробно расскажет моя коллега. Скажите, увеличилось ли в Алтайском крае число совершенных преступлений, именно связанных с наркотиками? Да, как и уже сказал Андрей Владимирович, действительно, начиная с 2021 года, мы фиксируем рост как числа совершенных подростками преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и из них это сбытов наркотиков. То есть это те преступления, которые направлены как раз уже на распространение наркотических средств. То есть так называемые закладчики. Так называемые закладчики, безусловно. Кроме того, в этом году данная тенденция продолжилась. И если оперировать уже свежей статистикой, буквально на сегодняшний день, на день записи сегодняшней программы, то у нас 22 подростка задержаны на территории Алтайского края за деяния, связанные с наркотиками. Из них 14 за сбыт наркотиков. Если мы сравним это с 4 месяцами прошлого года, то в прошлом году их было 12 человек. То есть у нас на данный момент на 10 человек уже больше задержано ребят за деяния с наркотиками. А есть ли среди таких ребят из благополучных семей? Ребята у нас задерживаются абсолютно разной категории. И есть ребята, которые состоят уже на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. То есть они уже за иные деяния попадали в поле зрения правоохранительных органов. Но, к сожалению, на данный момент у нас практически 50 на 50. То есть вот если брать из этих 22 человек, я проанализировала, да, только 12 из них состояли на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Оставшиеся 10 никогда в поле зрения правоохранительных органов до настоящего момента, пока они не совершили преступления с наркотиками, не попадали. Если проанализировать, в каких проживают они условиях, то в принципе не нужно думать, что это дети людей, лиц, да, которые страдают алкогольной, наркотической зависимостью. Простым языком говоря, это не дети алкоголиков и наркоманов. Это дети из абсолютно нормальных среднестатистических семей. И что их всех объединяет в большей мере, это отсутствие мотивированности к учебе и отсутствие желания какой-либо организации досуга. То есть они предпочитают как-то без дела шататься, да, и вот таким образом они так или иначе выходят на противоправный вот этот путь. Но есть у нас ребята и абсолютно положительные, их к счастью, да, их меньше, но вот примеры есть. И в этом году у нас в Рубцовске задерживалась девочка, которая была кандидатом мастера спорта, совершила одно единственное преступление, связанное с наркотиками. И возраст ее был 14 лет, она еще не попала под уголовную ответственность, но тем не менее такой факт есть. В Барнауле у нас задерживался молодой человек, тоже учащийся образовательной организацией со спортивным уклоном, тоже кандидат в мастера спорта, тоже задержан на преступлении, связанном с наркотиками. То есть вот это примеры абсолютно благополучных детей и досуг, которых организован, у которых какие-то иные цели в жизни есть. Но тем не менее вот такие факты мы имеем. Андрей Владимирович, а вот еще у нас в продаже, ну как бы нельзя продавать, да, подросткам вейпы, снюсы, электронные сигареты, но все-таки подростки добираются до этого. Вот скажите, какое влияние оказывают эти вещества на детей? Ну, здесь целый спектр этих веществ, конечно же. Первое, то, что мы сейчас сталкиваемся в каждой школе практически, в каждом регионе, в каждом районе, это вейпы. Это электронные сигареты, электронные устройства, которые, так сказать, на жаргоне парят, да, подростки. С одной стороны, это модно и интересно, с другой стороны, некоторые родители глубоко заблуждаются, что они относятся к этому очень легко. Некоторые даже приобретают для своих детей данные электронные сигареты, чтобы подросток более тяжким, так сказать, не перешел средством. Вот. Это заблуждение в чем состоит? В том, что в данном случае никотин заменяется фактически химическим составом этого никотина. И если сигарету человек куют обычную, он, скажем так, ну, как, скажем, по-русски накуривается, да, в какой-то степени. То есть здесь подросток, так на их жаргоне называется, жижи, заливают и получают. Он ходит, парит, и он не знает этого ограничения какого-то. То есть ему никотин поступает, и поступает, и поступает. У него нет этого барьера, когда он может остановиться. То есть эта жижа, как правило, очень хорошо пахнет, там, бананами, там, какими-то апельсинами, любыми. То есть и всем это интересно. То есть может не заметить передозировку, да? Конечно, он может не заметить. И кроме того, в них содержатся еще и химические вещества, которые также накапливаются. А свойство организма подростка таково, что он еще не сформируется. У кого-то здоровье позволяет, а у кого-то нет. И мы имеем случаи летальных исходов за употребление данных средств. Это один аспект. Второй, это давно уже как бы не было, но сейчас почему-то началась волна. Волна, снова подростки начали употреблять другие средства. Это могут быть газ. То есть он может быть как бы из зажигалок. Так и последние вот случаи у нас были в этом году. Дети из благополучных семей дышали газом из различных газовых баллончиков. Это может быть бытовая, ну, то есть бытовая химия обычная. То есть они либо... То есть подросток, используя данные средства, находится в какой-то степени, получает галлюцинации. Галлюцинации, то есть отравление, галлюцинации ненадолго. С одной стороны, вроде как бы это не наркотик. Нигде не говорят об этом, что это плохо, что это нехорошо, что это наркоман там. А с другой стороны, они получают какой-то вот этот эффект. Между собой смеются, ведут какой-то период себя неадекватно. Вот эта галлюцинация, их это привлекает, им это интересно. Примерно это возраст, это с 10 лет вот такой интерес возникает. И вот как раз в этом возрасте мы имеем летальные исходы за употребление данных средств. Поэтому это очень опасно. Родителям это надо обращать внимание тоже на этот, не только на вот вейпе, который в этом порядке, который также оказывает негативное влияние. И плюс подросток становится зависимым от них. Но в том же, в этих случаях еще вот эти газы различного рода. Ну, еще что хотел добавить, вот выступающий был, чтобы еще было ясно. Почему распространение еще наркотиков у нас идет? Они, как правило, дистанционные. То есть у нас подростки не понимают. Он в компьютере сидит, играет, да, думает, его не поймают. Ему где-то дистанционно положили, он где-то дистанционно положил там. И кто его поймает? Никто же не знает. Вот в чем опасность. Поэтому они больше и больше, они думают, что они безнаказанны останутся. Что их не найдут, не поймают и так далее. А как родителям распознать, что с ребенком что-то не то? Нужно быть, прежде всего, внимательным к своему ребенку. В данном случае не нужно пускать все на самотек, да. Нужно всегда владеть ситуацией, где твой ребенок находится, посещает ли он занятия. Пытаться каким-то образом участвовать в организации его досуга. И не только контролировать, да, но и предлагать какие-то формы организации досуга. А что касается, это именно для того, чтобы предотвратить его вовлечение в незаконную деятельность. А если он уже попал? А если он, например, попал, и возникли уже какие-то звоночки о том, что он потребляет наркотики, безусловно, можно обратиться в медицинскую организацию, да, для анонимного тестирования ребенка. То есть всегда у нас Алтайский краевой наркологический диспансер, представители на всех родительских собраниях рассказывают, что родители могут обращаться для анонимного тестирования своих детей, если, например, имеются какие-то признаки употребления наркотиков. Что касается, если заподозрили, что он, возможно, начал заниматься преступной деятельностью, здесь рекомендация какая? Оградить своего ребенка от той компании, в которую он попал. В данном случае полностью занять его свободное время и усилить контроль. Здесь, наверное, иных моментов нет. И если есть подозрение, что кто-то из окружения ребенка его втягивает в эту деятельность, я бы хотела напомнить, что у нас есть статья 150 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Там уголовное наказание предусмотрено до 8 лет лишения свободы. Если такие факты становятся известными, что кто-то вашего ребенка вовлекает в эту деятельность, в том числе через сеть интернет, нужно, конечно, сообщать в полицию, безусловно. Расскажите, с какого возраста подросток может быть привлечен к уголовной ответственности? В общей уголовной ответственности у нас наступает 16 лет. Некоторые подростки заблуждаются, что думают, что с 18 лет. Но наши инспектора, в том числе Министерство образования, пытаемся донести, посещаем школы о правовых последствиях их поступков, предупредить их, потому что все-таки они строят свою жизнь и могут испортить, кажется, будущее, свою жизнь, свою карьеру. А какую работу проводят сотрудники ПДН со школьниками? Со школьниками мы проводим, у нас несколько аспектов работы. Первое, конечно, это пропаганда. То есть мы пропагандируем знания правовые, то есть рассказываем, с какого возраста наступает уголовная ответственность, за что, что такое хорошо, что такое плохо, в зависимости от уровня развития детей, от возраста, им преподносится данная информация. Второе, это, конечно, здоровый образ жизни, в том числе и это. Это же вред наркотиков, вред вейпов и других средств. Ну и третье, мы работаем с трудными подростками, которые у нас обучаются, также в образовательных организациях, посещают. На них особенно пристальное внимание, как наше, так и образовательных организаций. Сейчас особое внимание еще уделяется кибербезопасности. Скажите, часто подростки становятся жертвами преступлений через интернет? К сожалению, количество этих преступлений увеличивается. Сейчас наша жизнь связана с тем, что мы неотъемлемая часть нашей, так сказать, каждого дня становится, что мы общаемся через интернет. Поэтому дети также, у нас уже маленькие дети, уже начинают пользоваться телефонами, интернетом, и поэтому они становятся участниками этого процесса. Прежде всего, конечно же, это преступления, связанные против половой неприкосновесности несовершеннолетних. Поэтому особенно хотелось обратиться к родителям, чтобы они контролировали участие своих детей в интернетах, какие у них есть страницы, кто у них в друзьях. Если есть какие-то взрослые друзья, надо обратить внимание, с подростком всегда находиться в каком-то контакте, чтобы он рассказывал, что он в интернете. Предупредить подростков, чтобы не размещали никаких своих личных фотографий, личных данных. Так это может быть использовано против них, либо против их родителей, либо они будут вовлечены в преступную какую-то деятельность. Поэтому, в первую очередь, конечно, это контроль, контроль родителей. И за доверительные отношения между детьми, с детьми родителей. Поэтому только этим способом мы можем проконтролировать, чем занимаются наши дети в интернете. Они не должны находиться там бесконтрольно. Это самое главное. Ну и не за горами лета ваши советы школьникам, родителям, чтобы их отдых прошел безопасно. В преддверии летнего сезона хочу обратиться к родителям. Самый безопасный отдых – это организованный отдых. Поэтому сейчас у нас очень большая компания – это летняя компания. Это будут организованы пришкольные лагеря, загородные оздоровительные лагеря будут работать. Сейчас пандемии у нас снимаются, ограничения в большинстве своем. То есть количество детей увеличится в лагерях. Поэтому призываю у нас правительство нашей Российской Федерации оказывать, да, кэшбэк так называемый. То есть родители могут получить вычет. Это достаточно выгодно. Поэтому организованную, самую. Если дети, даже если невозможности такой не будет, все равно родители должны, дети находятся на контроле. Какой-нибудь совет? Да, безусловно. Мой, наверное, основной совет, неоднократно уже об этом я говорила, будьте внимательны к своим детям. Пытайтесь наладить с ними контакт в любом возрасте. И это, наверное, один из важнейших способов того, как мы можем предосхитить вовлечение нашего ребенка в противоправную деятельность и предупредить какие-либо противоправные посягательства в отношении него, защитить его. Еще хотел бы давать не только родителям, но всех взрослых, которые будут не проходить мимо, обращать внимание ни в лаколучной семье, где есть дети, либо же чем-то дети занимаются, не проходить мимо. Это наше поколение, мы должны каждый принять участие, чтобы уберечь их, чтобы были полноценными членами нашего общества. Спасибо. Ну, а я напоминаю, что у нас в гостях сегодня были заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних, главного управления ВД России по Алтайскому краю подполковник полиции Андрей Владимирович Бельских и начальник отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики незаконного оборота наркотиков, в том числе и в молодежной среде. Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУМ ВД России по Алтайскому краю майор полиции Анна Олеговна Левенко.